Ко Всемирному Дню Театра в Волгодонске поставят женитьбу Бальзаминова. Хотя многие горожане по сей день не знают и никогда не слышали о том, что в Волгодонске существует группа энтузиастов-любителей, объединенная в театр классической пьесы «Гаранс». Существует он со дня открытия ДК Курчатова в 90-м году. Сегодня «Гаранс» не относится ни ко дворцу, ни вообще к городской сфере и отделу культуры. И репетирует в основном в условиях обычной квартиры. Тем не менее, что называется «простые любители» два раза в год играют для горожан, почитателей настоящей классики. В копилке репертуара, театра, такие серьезные произведения, как «Ромео и Джульетта», «Три сестры», «Гамлет» и многие другие. На генеральной репетиции пьесы русского драматурга Александра Островского «Женитьба Бальзаминова» побывала наша съемочная группа. Сцена ДК Курчатова превращается в театральные подмостки не так часто. А потому интерес у поклонников классических постановок пьеса «Женитьба Бальзаминова» то, что в эти дни окончательно отрабатывает городской любительский театр «Гаранс», вызовет непременно. Немногие знают, что творческое объединение существует вот уже более 20 лет. За это время, по всем законам драматического жанра, были как периоды взлетов, так и опалы на коллектив. «Гаранс» возродился всего два года назад, после шестилетнего забвения, и сегодня продолжает ставить в Волгодонске нестареющую классику. «Ой, какие страсти времена, какие тяжелые! Как жить-то будем мы на белом свете!» «А то вот еще у ученых, если говорят, планета ли, комета ли какая идет, так ученые в метроскоп на небо глядели, и все по цифрам рассчитали, в который день, в котором часу и вот в котором месте она вот это на Землю сядет. Это ж разве можно знать про Божью-то планету? Вот у всякого человека есть своя планета, батюшки! Как же жарко!» 15 любителей, среди которых воспитатели, библиотекари, студенты, радиоведущие, сварщики, менеджеры «Энергомаша» и даже дефектоскописты, вместе со своим художественным руководителем замахивались и на Шекспира, и на Чехова. Худрук самодеятельного театра Любовь Зинцова рассказывает, «Все от декорации костюмов группа делает своими руками, на репетиции не хватает времени и места, приходится готовиться прямо в условиях ее собственной квартиры». И все это на фоне активно ведущихся в последнее время разговоров о создании профессионального театра в Волгодонске. «В последнее время очень много говорят у нас в Волгодонске, в нашем городе, о создании профессионального театра». «Флаг в руки». «Что этому мешает? Как вы считаете, что для этого не хватает?» «Они заинтересованности руководителей города. Я просто так думаю. Если город без театра, это не есть культурный город. Даже каждый маленький городок имеет свой театр. Любительский он, не любительский, но профессиональный практически везде есть. А любительский мы просто заменяем». Занятость на основном месте работы, редкие визиты худрука в Волгодонск, а сейчас Любовь Зенцова проживает в столице, позволяет Гарантсу ставить не более двух спектаклей в году. И 1 апреля как раз тот редкий случай, когда актеры выйдут на сцену. Поэтому стоит поспешить и купить билет заранее. Ведь постановки театра всегда вызывают особый интерес у волгодонской публики. Виталий Никулин, Иван Иванков, Новости ВТВ.